Продолжение следует... 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 начинают увлекаться увлекаться и спотыкаться я вот о чем хочу сказать есть у нас распространено особенно среди сестер такое явление как адвокатство вот адвокатство прямо причем адвокатствуют за тех людей которые не просят их вот это адвокатство оно тоже пагубно для вас сестры прежде всего и среди братьев это меньше но среди сестер это прямо такое распространенное явление пример какой из жизни нашей конкретной одна сестра пришла в храм и вот уже буквально начинается скоро уже богослужение она начинает шепутиться тут переставлять там гладить начинает туда-сюда я как ведущий следящий за порядком я говорю останавливаю ее нет она продолжает она внесла значит в храме там поставила уже утюг и начинает я убрал эту утюг и все сестра мне одна из сестер подходит и говорит вот ты как поступил нехорошо с этим человеком она хотела доброе сделала делать а ты чуть ее там по башке не трахнул там туда-сюда начинается вот это вот она ее у вас и просила о своем адвокатстве вот этого адвокатства так и других тоже других моментах бывает потому что по разумению нужно поступать размыслив используя талант данный богом знание ум свой есть еще такое явление вот я люблю всех вот всех люблю вот такая вот любвеобильная вот ну всех вот всех несчастных всех хромых всех люблю рассказывает мне сестра вот она там увидела по телевидению там есть одна такая вот которая приняла дар ванги и теперь она вот тоже предсказывает явления различные но она такая несчастная она физически ущербно и вот она и духовно ее там эти бесы мучают и страшат ее вот давайте помолимся о ней давайте будем молиться а я говорю а у тебя хватит сил бороться с этой нечистой силой то есть тоже по разумию нужно поступать в этом в этом конкретном случае да ну воздохни несчастный но господь то господь любит думаешь он меньше тебя любит ее конечно нет господь сотворивший ее любит больше чем ты прежде всего о себе нужно беспокоиться своих ближних возлюби ближнего своего и господа бога говорит господь исполнив эти две заповеди исполнить весь закон и пророки я призываю к тому чтобы мы разумно подходили каждому явлению вокруг нас и самое насущное сейчас надвигается батюшка тоже упомянул об этом что тут эпидемия гриппа у нас в больнице карантин уже например ну хочу так сказать коротко сам просвет работу провести если это нужно если не нужно я замолчу нужно нужно значит прежде всего нужно помнить это воздушно-капельная инфекция она передается через воздух кашель чекание через воздух она распространена но не только через воздушно-капельный путь потому что руки вот эти ручные двери дверные ручки и все прочее это тоже вот взялся потом за нос за лицо вообще старайтесь за лицо не хвататься лишний раз это тоже передается так что руки всегда держать чистоте карман и платок там забудьте про это разовые салфетки вот тот карман карманный платок который это это тепло для инфекции вы там делаете парник для него рассадник для размножения салфетки разовые и мытье носа нос мыть с мылом и смазывать оксалиновая мазь тенториум на жировой основе вы выходя из дома ехать транспорте на базар там магазин смазали все это когда вернулись домой смыли и можете дальше дышать как положено маска маска закрыть хорошо если маска вот маска обычно одели на народ зачем народ то но народ от тебя не будет инфекции но ты-то отдыхаешь инфекцию если закрывать нужно закрывать нос маска работает два три часа потом нужно убирать ее менять платок если вы пользуетесь платком то платок нужно мы тоже стирать его очень часто или менять лучше всего разовые салфетки что касается предупреждения ну естественно фитонциды лук чеснок вот это действует у кого есть возможность приобрести коллоидное серебро великолепно действует и антибактериальным в аптеках можно купить коллоидное серебро закапывать в нос в глаза совершенно безболезненно но действует однозначно но серебро давно известно серебро обладает самок перицидным действием коллоидное серебро великолепно действует нас оглотку в рот можно пополоскал проглотил еще и здесь дорогой серебро сама знаете у никиты можно купить если вот других но в коралловом клубе вот что касается профилактики если лечить но был такой у нас заведующий кафедро инфекционных болезней он говорил гриб лечить 7 дней или чуть-чуть неделя то есть неделя две недели это вот а потом начинается период осложнений отдай недруги да в принципе во время лечения что можно применять кости лома ломит в костях боль почему потому что из костей вымывается кальций значит кальций нужно ввести организм во первых того чтобы восполнить недостаток его и во вторых для того чтобы нейтрализовать все кислые продукты обмена веществ которые накапливаются при вот этой болезненных процессах температуры и все прочее кальций самый лучший натуральный источник кальция до яичная скорлупа скорлуп яйцо сварили вареное яйцо потому что там тоже самой скорлупе в порах может быть инфекция лучше чтобы термическая обработка была потом очистили яйцо внутреннюю оболочку яичной скорлупы там еще внутренней оболочки помните есть такая белая ее сняли потом эту скорлупу измельчили запыли загасили лимонной кислотой лучше лимонным соком и принимайте лишнее выведется главное чтобы в этот момент не было молока потому что молоко с кальцием сойдет соединиться лакта от кальция выведется и никакого действия не окажет молочные продукты в этот момент ну часа два там чтобы не было вот кальций принимаете сколько нужно усвоиться лишние перепели дозировки кальция не были кальций там можно покупать кальций дотреникомид и прочие препараты кальция но это дорого и не вот так вот это один момент дальше если уже заболели температура недомогание значит принимайте обильное тепло обильное питье клюква брусника лимон с медом мед горячие вот и когда остудили уже тогда можно добавить мед чтобы горячие мед не любят когда его нагревают он превращается в другие вещества которые становятся даже вредными мед нужно принимать только вот обычную температуру и он тепленький может нет горячий нет 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 вот вы лучше так за год горячий чаю с малиной до малина брусника клюква лимон обильное питье ну вот что из народных мест применяется основной там вы узнаете то там и флю и все прочие там такие препараты которые действуют но если противовирусный препараты применять то их нужно применять вот буквально первые часы 4-6 часов подальше уже просто трата денег можно его хоть куда можно и в нос и в ротах Брат, я не долго не затяну, я хотел сказать вообще о молитве, вот монахи, ну монахам все можно, они молятся за весь мир, и они сказали, мы молимся за весь мир, и все толкают туда деньги, золотые унитазы сейчас в монастырях, там мрамор везде, почему, они за весь мир молятся, ну естественно за правительство тоже молятся за наше, и за военных тоже, ну они там что где. За всех они молятся, а мы, ну простой люд, миряне, мы не умеем за весь мир молиться, этот мир нужно приблизить к нам, воображением сыграть, некоторые люди до сих пор у нас не понимают, что Россия вообще своеобразная страна, у нас самая лучшая, конечно, самая прекрасная, березки там, сок березовый, но в других странах там просто зайдешь в парк, вот я был на Украине, страна такая есть, и там что только нету, идешь, там груши висят, виноград там и так далее, там это каштаны, это бросовое явление, я вам спросил, из Борисполя у нас вот, брат Никита, я говорю, ты каштаны-то любишь, он говорит, а что это такое, у нас там валяется, мы кидаемся друг к другу каштанами, кто ел каштаны вообще? Зачем? Продают. Зачем, говорит, их есть? То есть, люди у нас совершенно не знают мир, они молятся, но Господь сказал молиться за всех, а начальство есть везде. Вот Игнатий Тихонович, вот Игнатий Тихонович Лапкин, он поднял эту планку до такой высоты, для него, что в Африке человек, что вот тут рядом с нами, он за него помолится, как за близкого, почему? Воображение, Духом Святым дана такая любовь человеку в сердце, и я хочу также молиться тоже за всех людей, для меня эта Сирия пропагена пропадом была, до тех пор, пока я не узнал, что наш брат хочет туда идти, чтобы погибнуть за Христа, отдать жизнь свою, и для меня сирийцы стали каким-то народом, я начал смотреть на кто такие, мы смотрим по телевизору, шиш-2, есть такое выражение, кто там что смотрит по телевизору? Никто ничего не смотрит, а если слушать, то вообще ничего не поймешь, что там такое и где. И до того, как я не вошел в интернет и не посмотрел там, что там, где этот ИГИЛ, о чем там вообще, кто они такие, как они выглядят? Может они худшие вот такие, как у надпланетян? Кто эти сирийцы? Чего там они бьются-то друг с другом? Война какая-то, Россия туда залетела, ничего себе, наши войска там бьются, и хватит там что-то разговаривать. Чего вы там разговариваете? Все и так известно. Чего где известно-то? Кому? Сейчас спроси отдельно каждого, никто ничего не знает. Все будут сидеть, уши растопырили. Сколько? Там есть христиане в Сирии или нет? Сирская церковь. Так мы за нее молиться должны, мы должны вообще все о ней знать. Почему мы должны только о московской патриархии что-то знать? Мне дорог патриарх Кирилл, до некоторой степени, чтобы обратился ко Христу. Опять разговаривать, разговаривать, ни одно слово, ни о Христе, ни о Библии, ни о чем. Он такое впечатление, как будто закончил 10 университетов, но никогда не коснулся Слова Божьего. Вот говорит, как геополитика, социум, вот такие слова у него. Так я охота сказать, разверните как следует, вот так вот расскажите простым человеческим языком. Ничего не понятно. Здесь же все понятно, объясняет Игнатий Тихонович. И мне его интересно слушать, когда он рассказывает, потому что это живо. И если действительно что-то случится, мы просто будем не только о Сирии думать, а там и Чечню захватим, и что там еще у нас рядом, Турция, и Иран. Только, брат, себя не забудьте, все захватите, про себя забудете. Опять про себя забудете. Да как про себя? Если мы потеряем, чаще смотрим, чем вот тут у нас в очереди. Ну что ты кричишь там? Взял, включил, включил телевизор и смотри потеряешь, там столько видеофильмов. Что мы о себе забудем? Я никак не могу понять. Батюшка, если у вас какие-то претензии, ну прям конкретно говорите и все. Ну и коммерция ты, ну дай другим сказать. Ну что ты один вот, как говорится, рапортующий, рапортующий, Игорь. Батюшка, мы с вами уже знакомы 20 лет. Ты только сказал, ты в Сирии, патриарх. Да что тебе патриарх? У тебя своя душа, одна душа у тебя. Одна, не две. Ты о своей душе позаботься. А ты за патриарха. Патриарх такой, да что ты, ты имейте совесть, хоть как человек, как христианин. В конце до концов. Бессовестно. Просто говоришь раз, два, опять только встал, нет, у вас ни слова Божьего, нет ничего. Патриархом, московской патриархии, Сирия. Да что тебе Сирия? У нас дома указано в семье Сирия. Что это такое? Вы мне скажите, опять начинаете свое. У вас в кампусе Сирия. Что это такое? О чем вы? Сядь, помолчите. Простой вопрос задали. Зачем нашу общину топить было? Вместе с епископом, старшим. Простой вопрос. И ничего не смогли ответить. А теперь Сирия. В первую очередь у нас в общине Сирия. Ну сядь, пожалуйста. Какой-то авианосец плавает, непонятно где. Послушай духовного отца. Да что опять меня все садить-то? Я и так сижу. Все время сижу. Что я там такого сказал? Скажи. Что я такого сказал, чтобы все развалилось? Нет, ну просто послушай отца духовного. Да я все его слушаю. Он сказал, что он на скотской патриархии не говорит. Я не говорю. Гнатика, что вам слово? Иногда говорят. Сирии не говорить сейчас, а Том не говорить. Так, я прошу не разговаривать. Есть, говорит, хорошие новости. Есть плохие. Какие сначала сказать? Хорошие. Она говорит, хорошие. А муж говорит, я с тобой развелся. Главное, хорошая новость. Так вот, хорошие новости. Вы знаете, в этом году Господь выполнил мое пожелание найти всех, кто мне делал добро и помогал. Всех директоров. Всех фактически нашли. Большую, конечно, услугу для меня сыграли и сестры. Вот, Юлия Третьякова. Я хотел спросить, как нашла словака этого? Я не искала. Он сообщение прислал в одноклассниках. Это, когда я сидел в лагере, поясняю, Жанаташ, Жабульская область и Казахской ССР. Ну, там как в лагере-то заводят, там специально локалка, где там тебя месяц будут обтирать, чтобы ты стал настоящим зэком. Ну, и вяжут, вяжут, то есть ты будешь сотрудничать с властями и будешь докладывать и заботиться. Но обычно так, кто ступает туда, его рисует гроб и вокруг колючей проволокой. Уже знает, кто, его надо опасаться. Сексот, стукач. А это вся зона вязаная. Зона смерти. Ну, вся, но не вся оказалась. У нас было в лагере два человека, которые не подписались. Ко мне подошел политоотдел, начальник и говорит, а вы будете запянуть? Мне это нельзя, я христианин. Ничего, все, кончено. Больше ни разу не подошли. И один какой-то армянин шестой срок сидел. А когда уже переводят в промзону, а там еще и матрасы, фуфайки, срок обучения тебе, ну, самое больше 15 минут. После этого должен давать норму. Тринадцать фуфаев за день. Вы даже не знаете, как люди работают. По-настоящему-то работают где? Самый продуктивный был, как Солженицын говорит, рабовладельцевский строят. К чему нас всех подводят? Попробуй раньше, два дня не выйди на работу. Война была на 20 минут опоздала, она со мной старожиха была. Ей дали два года. А ей 16 лет было. Мария Ивановна Лапина отсидела. И там промзона. А там пыль. Пыль, просто пыль. А меня до этого 13 дней держали в морозилке, у меня бронхи практически полетели. И уже стало затемнение. И вот Бог выставляет из среды офицеров одного. А там туберкулезный диспансер, внутри еще огромный железный забор в зоне, зона. И он, аренгелонок там, Татьяна Прокопьевна, кажется, Зинкевич фамилия, он в словах Владимир Васильевич. Между собой они поговорили, узнали про меня и говорит, вырвать его надо оттуда и спрятать сюда, вот это внутри, еще внутри. А туда вот только уже, ну только уже начальство какое-то. Просто так не сунешься. И вот он однажды ночью, это был Сочельник перед Доржеством. Я его и знать не знал. Высокого роста, метр восемьдесят четыре, стухощабенький такой, молодой, я не знаю, старший лейтенант или капитан был он. Он проходит вот так, меня за руку схватил, беги за мной. А у меня в руках там инструмент какой, бросай все, бригадир увидел, я убегаю. Куда ты, беги не разговаривай только, дальше я тебя защищу. И он меня дальше из зоны в зону, а то лестницы идут через забор, переходишь лестницу туда и бегом. Я даже не знал, что есть туберкулезный там диспансер, это зона такая-то. И железные ворота, захлопнул все. Тебя здесь скоро не возьмут. У вас проверка была, у вас заметили потемнение. Откуда он взялся, я его знать не знаю. Завтра рождество. Он мне две порции молочного, две порции масла сливочного. Какой обыск? Он меня заранее знает. И говорит, с той стороны здания зайди, там спрячешь, чтобы тебя не видели. Обыск, у меня Библия просвер, он в себе все их прячет. И вот он нашелся, Словак. Я его искал, искал, ну просто нигде никак нет. И вдруг он выходит. Я считал, что это Юля, она всегда помогает и ищет. У меня какой-то талант на это есть. И он вышел на меня вчера. И мы первый раз побеседовали. Я говорю, у нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет. И тут мы уж набеседовали с ним. Это будет в интернете на следующей неделе. Надо увидеть. Я пишу, Словак Владимир, спасший меня от близкой смерти. Блядь, это такая встреча, это нельзя объяснить. Все от Бога. Это Бог делает так. Он все рассказал, а я кое-что даже упустил. Когда освободили, оказывается, президент Верховного Совета СССР издали указ, был освободить всех политзаключенных. Немедленно. Слово немедленно означает максимальную скорость. Я сидел в столовой, это уже пропускаю этот момент у них. И в это время газету дали. Только первое раздали. Ну а как вот? Представьте, такая скамейка. Стол, скамейка, стол. Ну, 750 человек накормить. Ну, а там стена, тут проход, там другие столы. И обычно здесь кастрюлю дают, и один разливающий из своих. И бывает так дели, что поварешка осталась. Ну, лишнее кому-то даст. И мне ее давали. Но мне да намолиться, а тут коридор. Всем поклонов тут. Смешаешься. Я перешел на другой конец стола. Они стали поварешку наполнить, но тот дополнительный мне посылать туда. Совершенно незнакомые казахи. И когда я сидел там, газету лил, говорит, 190 принт, статья 70-й попадают не под амнистию, а под указ о помиловании. Амнистии не было. Это потом только будет. Я кричу, второго не надо. Ухожу на свободу. Ну, конечно, день-два прошло, и вдруг до этого приезжал майор, КГБ, Жан Була. А вы не будете против власти. Я говорю, я никогда не шел. У меня этого и не было. Он посмотрел там еще в делах-то нет. Это все религиозное. Ну, и вот он прибежал посыльный оттуда. Я был тоже, кажется, в правом зоне. Тоже так же. Беги за мной, только не отставай. А вот ты же убегаешь. Бригадир отвечает за тебя. Он получил 40 человек, должен 40 привезти, а у него 39. Не разговаривай, тут мы разберемся. Так, затащил меня где-то в казарму. Быстренько собирает свои вещи и на выход. Потому что задержался этот указ, а время приближается к трем. Три часа я должен быть за зоной. Такого исполнения я никогда не видел. Все на ногах. До начальника тюрьмы. До начальника лагеря. Ну и все. Я успел только что было. Раздал там последние, точнее, где-то ради там. И уже на той стороне. Это чаемая, долгожданная свобода. Но я тут уперся. Дается офицер один, чтобы сопроводить до поезда. А поезд в это время уже ушел. Он где-то раньше уходит. Который сопровождает заключенных. Им деньги дают, чтобы он не пропил, наверное. Купить билет, посадить на поезд. А дальше он за них не отвечает. И мне дан был офицер. Я забыл, что именно он дан был. Вот он просто в горячах. Он мне говорит, это я и был. Я говорю, да не надо, нет, закон такой. Ну уже на автобус меня посадили. Столько добрых воспоминаний. Надежда Васильевна у него там была. Он припомнил, как я у него был. Где у него кабинет отдельный. В этом кабинете. И там был монастырь что-то. И купола без крестов. Я говорю, да рисовать там кресты-то. Дорисовать надо, их нет. Я там многое узнал. Я знал, что буду описывать это. Я говорю, все в наручниках, которые преступники. Она мне наручники ни разу не захлопнула даже. Ну сделайте, чтобы я в наручник. Приходите, у меня как делают. Батарея там где-то, я просижу хоть маленько. Это нельзя. Это только по приказу, где-то провинился. Иначе с меня это взыщут. А заключенные так. Если что-то сделает не так, ну они друг друга там ударили, начальник будет знать. И он ему в личную карточку запишет. И когда УДО придет, условно, достроечное освобождение, его матфигу покажут. А работники приезжают с заводов, откуда, и набирают, чтобы не было. И тогда заключенный трясется. Владимир Васильевич, накажи меня, только не записывай карточку-то. А уже на поселение где-то, и уже считай свободу. И вот при мне один такой был крепкий парень. Накажите меня. Он говорит, хорошо, в 10-м там сказал. Я не знаю по сей день, что у него за шланг был. Как вот бывает из стиральной машины. Выливает, когда такой-то. Но он как будто сплошной. Вот раздевается тот человек там. Наклоняется, вот так становится. А он метр восемьдесят четыре, или сколько. Он со всего разнаху его бьет, жгет. Больше десяти вроде никто не выдерживал. Когда он ушел, я говорю, накажите меня. Да вы что? Я говорю, я очень прошу. Но долго не хотел. Потом я поразделся, и он меня начал жарить. Ну, скажу. Вся черная полоса уходит, один свет в глазах сияет. Искры-то. Но не больше трех раз он не стал больше. Мы все это припомнили с ним. Нашел я его, где он живет, в каком городе. Сегодня мы должны послать ему книги. Я искал для того, чтобы... Может быть даже он приедет летом. Когда я уже все рассказал о нем. Ну, я грешник. Что грешник? Наверное, куришь? Ну, да. Я говорю, бросай. Он на 20 лет моложе меня. Ну, и, конечно, изменился еще уже. Прошло 27 лет. Как и не виделись. И проще. Значит, вот хорошая новость. Как он вышел? Что? Понятия не имею. Но уже на форум наш сбросили. Перекинулись. Вот он в скайпе уже. И теперь я бы все данные. Маршрутку потеряю. Куда вы? Ну, от него его адресы. И сегодня Володя должен отослать все какие-то ему книги. Ну, пять. Это трехтомник нового завета. Для слова Божия нет. Уз и к истинному православию. Это хорошее. Вторая новость хорошая. Слушайте, очень внимательно. Я по слогам произнесу слово одно. Неркаги. Кто слышал это? Неркаги. Это фамилия. Есть немцы. А есть немцы. На оленевода там. Там белый ягерь. И вот она, эта женщина. Среди немцев. Ненецкого округа. И она закончила школу. Видимо, очень хорошо. Закончила университет. И стала писательницей. Среди этого народа писательница. Это вообще невиданная вещь. Но мало того, вот есть самая престижная в мире премия Нобелевская. И на нее не просто так я хотел бы. Нет. Это должен комитет какой-то посылать или за него там другой. Комитет этот в основном по литературе в министерство образования. Да, на какой-то там институт я не досмотрел. И ее предложили как кандидатуру на Нобелевскую премию. Ну, мне скинул это Сергей Ильин. Он вот в занятиях идет. Санкт-Петербурга. Простой человек. И показал этот. Но там фильм. Еще на фильм в фильме рассуждение. Я штуки 4, наверное, скачал. Батюшке хочу дать, чтобы посмотрели. И не один раз, и все деревни. Она мне так близко сделала женщину. Звать ее Анна. Вот я могу сказать о ней, помолиться. Во-первых, она близка нам. Она заботится о том, чтобы дети не уезжали. Они погибают в городе. Они Бога не знают. Истинный отдых именно здесь. Ну, конечно, это не Потеряевка. Но очень близко. И она женщина одна ведет. И все говорят, а вот тебя не будет, что будет? Вот мне Нила Глушкова сидит. Она мне не раз говорила, но вас, батюшка, не будет. Как мы тут будем? Говорила? Говорила, голубушка. И говорила, как лучший друг мой, может быть, потеряю. Я сказал на это, без нас, может, он еще и лучше пойдет. Кто думал, что такой талант откроется в Стефане, Дьяконе, Архидьяконе? Как народ рыдал, плакал, оказалось, на крови его возрос. Такой апостол больше половины Нового Завета напишет из сохранившегося. Апостол Павел. Савву бывшего сохранившегося. Так и здесь. И она это и говорит. Говорит, как будто бы мы давно знакомые. Дети как? Вот это вы жалеете. Я была нелюбимая в семье. У немцев это... Мужчина это все на нем. Женщина это несчастье рождается. Ну, она такими словами выражается. Я третья дочь. Меня мать не любила. Мне обидно было. Но когда я выросла, как я благодарна матери, что она меня не любила. Я научилась доставать, делать. Все сама научилась. Вот идет ребенок упал. У нас начинает сисюхать. Этого нельзя делать. Ни в Японии, ни у немцев. Другие есть народы, которые не делают. Она поднимается и идет. Вот здесь, говорят, закаливается весь организм и закладывается будущее ребенка. И вот они учатся. По-русски хорошо говорят. Она учит, чтобы ненецкий язык еще знали. Дети-то они теряют. И они там храм строят. Дети колоколаз. Один говорит, а я священником буду. И уже считают, до того реально считают, он там что-то каписто или что-то. Ну, не знаю, там может лет 12 пацаненку видят. Ну, все они. И про животных, и какие там растения. Ну, ясно, что у нас тысячу раз богаче живем мы, чем они. И она на этом пытается закрепить. Неркаги. Это фамилия ее. Неркаги. Где-то запишите и посмотрите. Я сегодня все утро потратил, но не больше, как, может быть, 60 минут. Это документальный. Ну, там принимали участие режиссеры, я насчитал, около 15 человек. Такие важные люди, которые были. это побуждает задуматься, так ли мы живем. И она на все абсолютно дает ответ четкий и ссылается даже на писание. Что удивительно. Ненцы, да. Ну, чего еще не мы-то, одним словом сказать. И она абсолютно обо всем как будто бы знает. Что не коснуться, приезжают режиссеры, там, Неркаги, Анна. Армятишки все названы русскими именами, фамилии какие-то там разные. И как готовить, как научиться жить дешево. И что означает город приносит, как он поглощает людей. Один развелся, у них, видимо, нельзя. И молодой взял. И ему где-то отдельно он там живет. И она к нему ездит туда, а теперь с женой и пытается примирить и прочее. Это, понимаете, это урок. Неркаги. Это вот хорошая новость. Хорошего человека Бог нашел. Она очень известная. Две книги или три даже вышли. Ну, малым-малым тиражом. Ее совсем не знают. А там, который доедет, преподавать по ним надо. А книги лежат не востребованные. Значит, положительные. Ну, а теперь худойца сообщу. Воскресенье прошло. Вот здесь под окнами у нас погибла самая любимая моя собака. Больше всего жила здесь. Непонятно, что вся дорога кровью залита. Я обошел всех, проспрашивал. Никто не знает, что случилось. Или кто-то ехал, выстрелили ее. Или машина. Но машина ударит, она такого нет. Она кровью все сюда заползла, видимо, и тут скончалась. Большая собака у меня, когда я кормлю всех, я она около нее там вытаила все. Сидела ее, мертвую, караулил и караулюл. Погибла собака. Единственная собака, которая за жизнь, знаю такое, стеснительная, к собаке это не относится. Вот она подходит, когда она себе голову вот так вот сделает, с бачка смотрит, как будто бы она стыдливая. Это не свойственно животному. Это я заснял. Второе. Нехорошее сообщение. Но оно непонятно еще какое. Новая какая-то организация, там что-то лев, не пришел или что-то, и на майках пишут, и они борются против алкоголя и против табака. И при том, физическим путем. У них драки такие идут. И мое мнение спросили, я сказал, вы вышли на тропу войны, у вас будут мерфлицы. Это просто показывается. Ролики за роликом идут, и какие у них там, вот человек пьет, они его пиво прям отрывают и выливают там папирос, а у них с собой гнетушители маленькие, они прям тушат на человека и все равно потушат папиросу. Но ясное дело, что власти их не поддерживают, а они милиционер курят, там написано, курить не разрешается, они на милицию, значит, и там кто охраняет, зачем это делаешь? Ну, по сути-то они правы. Зачем этот лод? Ну, у вас как в больнице я был. Не курить. Он вышел, медицинский работник, стоит курить. Я тебе мог только сказать, так потихоньку. Я ему сказал, говорю, я говорю, в крови видел написано, курение, лечение несовместимое. Он махнул на меня рукой еще. Значит, хорошие люди, но пошли не тем путем. Путь только один. Евангелизация. Говорить о Христе, о спасении, о вечной жизни, о храме, в котором живет наша душа. И ты разрушаешь его алкоголем, табаком. Ну, я что смог сказать? Это целая организация. Видно, как их много, все черные, эти, как куртки такие, везде написано. Ты леп, что-то там леп, не пришел или пришел? Ну, слово леп, леп это определенное. Видно, что все ребята хорошие, но выше на смертельную тропу. Я сказал, если вы боретесь с наркотиками, это один вопрос, но если с пьянкой, лучше, чем мусульмане, никто нигде не сделает никогда. У них вообще нету. Кровь шайтана. Из детства воспитывают. Не брать в руки, ни пива, ни брашки, ничего в руки не брать. Выпил, шайтан тебе голову отрубил, все, голова на заборе. Нет пьянца ни одного. За 1300 лет я не пьяница. Виктор Андреевич, ты не считай тех, которые казахи, туркмены здесь. Я говорю о тех, которые там. В идее ни одного пьяница нету, ни одного грамма не пьют. Но наркотики, наркотики у них сплошным потоком идут. Поэтому спасти от всего может не мусульманство, а только Христос. То, что я узнал. Еще. Прошлый раз здесь на собрании я сказал, вот у нас были люди, которые уходили, а потом возвращаются. Мы их не спрашиваем ничего, но один вопрос нужно спрашивать. Платили ли они там десятину? Если не платили, должны высчитать время, когда они были там, эту десятину отвезти тому священнику там патриархийному или где они были и отдать, чтобы мы приняли не вора. Вор Царствие Божие не наследует. Самое худшее воровство это воровать у Бога. Ну, одно дело бомж у бомжа сворвал, другое дело у начальника, третье у градоначальника или у президента, или у Бога. У Бога называется святотатство. Тать это воровство, а свято это святыня. И святыня Божия это десятина. Почему? Вы обкрадуете меня проклятием и проклятым. Мы принимаем проклятого человека. И поэтому я сказал, вообще-то я и не знал даже ничего. Но продолжение разговора имело. Так, Сережа, расскажи, как дело было? Так, спокойно только. Я спокойно, без эмоций. Я подошел к Раисе Николаевне и просил у нее, вот вы бы услышали, что вот Игнаин Тихонович говорил, что этот человек был у нас, платил десятину, а потом ходил куда-то в другой храм и он там тоже должен платить десятину. Я говорю, вот вы были у нас, платили десятину, потом перешли, два года не было и у нас, она была в РПЦЗ у... Георгия Титова. Георгия Титова. Агафангел. Агафангел. Я и не знал, ну, знал, что где-то в РПЦЗ там на Малахова церковь и... вот. А она говор... она... начин... она сказала, что я там... в общем, не платила она там. Я ей сказал, говорю, что... ну... нужно заплатить и... термоникю вставку. Заметьте, этого никто никогда не делал. Не мы деньги ищем, а... она должна отнести туда, где была. Нас никто не завединил, что мы... ну, что-то крохоборничали или хотели или корыстолюбие никакое. Так никто никогда не делает. Но мы должны быть по совести поступить. Потому что человек приходит оттуда, сделавшись вором у Бога. Два года воевал. Воровал. Дальше. Вот. Она начала роптать. Она начала... Я там спрашивала, там никто не берет. Я платить... Ну, в общем, она пошла в отказ. Я говорю, Раис Николаевна, раз вы отказываете, значит, вы воровка. Вы Бога обкадывайте. Она... Она обиделась на меня. Вот. На это дело. И пошла жаловаться к Игнатию Тихоновичу. На меня. Ну, дальше я расскажу, как она у нее была. Пришла, рызает. Я понял, как, что такое? Сергей... А где он, Никита? Беги за Сергеем. Что разговаривать, когда его нет? Я утешаю. Ну, подожди, сейчас подойдет. Она прям в истерике. Это все заснято. Уже ролик стоит. Ну, сестра, ну, подожди, сейчас мы разберемся. Сергей пришел, да, в это время мне позвонил один человек, который был свидетелем этого, и говорит, Сергей так грубо разговаривал, вот, а с сестрой, дайте мне слово, следующее вот это собрание, и я его, так сказать, посажу на место. Я говорю, нет, так не делается собрание. Написано, если против тебя согрешит, брат. Против тебя он согрешил? Нет. Значит, она это может делать. Это уже нарушение. Против тебя скажи одному наедине. Примирился? Тема закрыта. Не примирился? Возьми двух-трех. Второй этаж. Примирился? Он попросил прощения. Тема закрыта. Собрание не должно даже знать про это. Но если уже и тут не никак, тогда сказать всему собрание. Ну, примирился, попросил прощения. Тебя, если обидели, двое имеют между собой тяжбу. Если нет, да будет, как мотариус, язычник. То есть, третьего этажа вниз головой. Напрасно мы его туда поднимали. И вот здесь, я просто на дальнейшую скажу, когда мы расстанемся, я стал просить, Сережа, ты позвони ей, попроси прощения. Ты избежишь того, что тебя будет обречать кто-то. Она обиделась. Ты перед ней, ты действительно создавать конфликтные ситуации можешь, а погасить ее не можешь. И я могу напомнить, в лагере это было, так он вспыхнул, дальше, а я тогда вмешиваюсь, ну, первым попроси прощения, там, знаешь, с Нилой Жомерой, как было, и не со зла он это делает. Он так научен. Но, даже как сказать это слово надо, ну, она ни в какую, я говорю, нет, мы посчитали, она говорит, там крышу крыли, сколько платила, примерно, пять тысяч, а всего 15, она задолжала перед Богом, Богу задолжала, не человеку. Я говорю, остается 10, поэтому, да я маленький, не надо пенсии, я получаю, у меня денег полно, я тебе отдам. И, ну, два месяца мне пенсию, я тебе заплачу за тебя. Я вытащил 10 тысяч, и даю, она никакие, то есть, укаяние ее, пятиться она не могла. Я тогда Сергею отдал, и поезжает вот храм, где там есть, и тому отдай. Будет говорить, не будет, примет, нет, положи ее на стол, и скажи, ногам апостолов положил, и уйди, освободитесь, сестра наша, мы должны выкупить ее из плена. Но я не знаю, что будет дальше. Дальше она ее берет за руку, они выходят, мы еще в окно видим, идут, но она придет домой, и она остановилась на этом. Советовать сначала с дочерью, не знаю, верующая там дочери нет, она сказала, не ходи в эту общину. Я Сергею снова звоню, Сергей, пригласи ее на занятия, ну, как-то сгладь. Дальше отвечаю, что она-то говорила? Ну, дальше, я... Попросил у нее прощение? Да, я у нее прощение попросил, она, вроде как, да я на тебя зла не держу, но в общину ходить не буду. Я, ну, говорю, ну, пока там, или не пока, ну, может быть, а потом, потом прошло еще, это вот, в среду было как раз занятие, я ее в среду на занятия звать не стал, потому что она, ну, сказала, что вообще ходить в общину не будет, потому что я ее обидел, она меня простила, но, видать, не до конца. может быть, не только я ее обидел, может быть, ну, раз, я не, не я же один, в общем-то, ну, мой грех, да, я грубо с ней поступил, я у нее просил прощения, она, потом дня два прошло, она оттаяла, она мне звонит, и говорит, я тут подумала, ну, в общем, я на тебя зла не держу, но мне нужно с тобой поговорить по душам. Ты мне, говорит, позвони на сотовый телефон, вот, а так случилось, что у меня, мой сотовый я разбил, ее сотовый телефон не знаю, ну, контакты у меня потерялись, мы разговаривали по стационарному, я говорю, Раиса Николаевна, вы мне скажите свой сотовый, я вам позвоню, она не знает, она слепая, я говорю, ну, тогда в другой раз, и в другой раз у нас больше разговора не состоялось, но то, что она мне сказала, что зла на меня не держит, это я вам, ну, могу засвидетельствовать. ну, и все, все, ладно, дело в том, что она не просто десятину, это, там, не платила, она стала обосновывать, она до конца, я уже скажу, прошлое, как это идет, откуда, надо всегда исследовать, где это корень идет, с Евгенией Дмитриевной Никитиной, та не платила десятину, обманывала, обманывала, говорила, все записано, а когда проверили, не платила, не платила и обманывала, это еще больше и грех, а Миша, а мою маму морровка на зале, ну, у него такой блатной разговор, да как, ну, трудно было очень говорить, но прошло, она оттуда, я говорю, нет, вот он, давай не платил, давай положила все пропитание свое, вы помните, что она все пропитание положила, а в Новом Завете нет этого, в Новом Завете нет этого, много, еще в Новом Завете, ни про бороду не сказано в Новом Завете, ни про ладан, ни про свечи, ничего нет, у нас все это есть, а десятина, она установлена Богом, для чего, ну, скажите, десятина Богом установлена или нет? Богом, ну, теперь читаем, вторая глава, 22 стих, послание к римлянам, гнушайся, идол, святотатствуешь, вот идол, ты гнушайся им, жертву ему не надо приносить, давать не надо, идол, а как же ты святотатствуешь, воруешь у Бога, его святыни, он говорит, мне, она десятина, она мне принадлежит, иначе зачем было сказано, что мне, Господь говорит, не вернули мое, то есть, меня обкрадывайте, меня с большой рукой обкрадывайте, если я свое взял, я не обкрадываю, значит, я взял Божие, мне не принадлежащее, к 90 рублям он приложил десятку, чтобы я мог отдать, мы святотатствуем, когда, то есть, дать, воровать, а святость, за рубежом, в зарубежной церкви, у них называется членские взносы, а то разницы никакой нету, первые апостолы, говорит, не сказано, сказано, они приносили, продавали имение, и к ногам апостолов полагали, мне из других стран даже пишут, я подошла к батюшке, а он говорит, не надо это, не надо, а почему не надо, потому что где десятина, не может быть торговли, там ничего не надо, а на что священник должен жить, 10 человек уже его прокормят, 10, а их больше бывает, он распорядится, деньгами не хуже нашего, а священник должен платить, должен десятину, с десятиной он должен платить, теперь десятину Богу, жертвам, священник или что-то, я все это выставил в интернете, и разговор закончился, где нет десятины, там торговля, а торговля, она Богом, названа страшными словами, вместо храма, оказывается, сборище разбойников, вертеп, дом мой, дома молитвы наречиваются, принесите в мой дом, он говорит, все свои десятины, принесите, и проверьте меня, Господь говорит, испытайте меня, не открою ли я небо, жить не все для вас, не изолью ли, почему люди бедно живут, воруют и воруют у Бога, десятину не платят, почему тебе это непонятно, а другому это понятно, есть люди, которые не хуже тебя образованы, я в Иркутске встретился, Кукушкин Игорь, ездили за Евангелиями, брали у него, каждый девятого ребенка качает, он говорит, я всегда плачу пять десятин, вот это да, книжники фарисеи, говорят, а кто вперед вас, говорит, царство небесное идет, блудницы, вот теперь и рассуждай, это на этом маленьком примере, значит, у меня просьба, не просто я повестил вас о нехорошем событии, потому что оно кончилось не так, как должно быть, но в том, что у сестры это есть, она постоянно высказывала везде недовольство раньше, вот это вот на стене не знакомится заочно, ей какое дело, старая, слепая, а я против этого, как против, ты можешь с кем-то познакомиться по интернету, она не знает, что против, но против это знает, а против это супротив, а супротив это сатана, сатанс, другого нет, о чем бы мы ни говорили, в каждое решение она говорит совершенно не духовно, ну, что тут говорить, я не вижу, тут у нас один оставленный был женою, она ушла неизвестно с кем, какого-то там приняла мужа, близкий очень, я не вижу, слово сказать, рядышком, она говорит, ну и правильно, что оставила его, раз он не заботился о детях своих, да они же венчанные, я говорю, ну и что венчанные, я могу обратиться, Надя, так разговаривал, ты права была полностью, а она прям ешь, ну и хорошо, что оставила его мужа и перешла к другому, да как это может правильно говорить, это говорила она, Раиса, ну я их заставил примириться, попроси у Надежды прощения, ты не права, как это можно было сказать, что правильно сделала, что оставила, то есть там есть то, что еще может быть не было раскаяния, и это, вот это в конце концов, нераскаянность приводит вот к такому состоянию, а я не приду, ну не придешь, это плохо, ей было оказано все здесь, внимание, и на машине привезти, и под руку заведут слепая, к сестрам обращения, не братьям, кто знает где, вдвоем или втроем, сходите, утешьте ее, поговорите, ее не хотели мы обидеть, не из-за того, что они мы потеряли, но и это тоже, мы потеряли очень много, в ней столько добра, она такая хорошая, когда она в чужие дела не влазит где-то, это надо на первое место вынести, ну, она работала, я такой кухонный начальник, это общепит или где-то, да, поваром, Игда Чтикш, ее Настю защищают в нашей общине, не только Раиса защищает, не еще защищать, прелюбодейка и все, Клаус сказать, племянница моя защищает, разве можно защищать, прелюбодеяние, законное может здесь, все кончилось, ну, не надо это подыгрывать, я говорю, так как есть, так нет, мне разницы нет, родной или далекий человек, и вот здесь сестры, кто к ней близкий такой, кто мог бы сходить, ну, поднимите руку, так, одна есть, еще кто, вторая, ну, неплохо бы и втроем сходили, может быть, еще кто-то есть, вот, возьмите ее, и обнимите, поцелуйте, расскажите, чтобы она ушла, и уходит из нее, нигде тебе такого не будет, привета, здесь ты, крещение принимала, здесь все у тебя, самое доброе воспоминание, она, на то время даже хлеб пекла, она мне, дорогая сестра, чтобы, ну, сатана же разводит людей по разным углам-то где-то, поговорили с ней, но она болит, наверное, ноги, всего-навсего, слава богу, голова дали, так, у меня вопрос к вам, так, я еще раз повторю, сейчас, мы, неркаги, неркаги, который говорил женщина, чтобы посмотрели, в ютубе найти, так, говори, я хотела спросить, вот, знаете, вы меня, конечно, просите, зачем помещали, не надо мне фотографировать, ну, ладно, ладно, не надо, зачем это, Любовь Петровна, не надо, говори, вот, у меня это, такой вот, к вам вопрос, поместили в эту, все, значит, узнали, ну, зачем это распространять, надо было поговорить, и не надо это было, отвечать, отвечаю, смотрела? Да, я не смотрела, ну, не смотрела, о чем можно осуждать, сколько положительных отзывов, ну, меня нет, ну, откомандовать не надо, во-первых, у меня в доме, я хозяин, меня осуждать же говорить, не надо, теперь на нас будут говорить, вот, вы такие сики, на нас все, на кого, сексанты, ну, на наш общежит, так, подожди, Львов Петровна, ну, мне неприятно, Игорь, Игорь, не продолжай разговор, со мной разговаривать, Львов Петровна, с чем-то вас обидели? Ну, в этом деле вы не знакомы совершенно, как можете рассуждать об этом, какая скорость должна быть и сколько, я никогда не вмешаюсь в ремонт машины, это польза, в первую очередь, я хозяин, этому ко мне пришла, я снимаю, написано снимаю, она видит, ни от кого претензий не может быть, это не тайно делалось, так, молиться об этом надо, и не надо таиться, это что-то где-то там темное есть, у меня ничего этого нету, потеряно, потеряно, найдено, найдено, и всем показываем, она метет, находит Драхму, плохо Мелиза, значит, Драхму потеряли, а метежных и пыль всегда есть, вот у меня все, отошел, вот на реплику, Любовь Петровна, почему в реплику, это вопрос, 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 реплика, значит, ну, что, вы не понимаете, что такое реплика, с этой репликой была, вопрос, реплика, через тюре, мы будем еще говорить, что такое реплика, я говорю, вы говорили, я слушал, я говорю, почему-то говорите, почему так, Горь Петровна, почему так, ну, я просто задала, я вопрос задала, нет, когда вы говорили, я слушал, не перебивал вас, и я слушаю, а вы не слушаете, вы перебиваете, сейчас противоречите, остановитесь, пожалуйста, я хочу сказать, что вот то, что сейчас Игнат Тимович сказал, что не надо нам выносить, это на общее обсуждение, зачем и как, да он живет так, как нам не жить, как мы не умеем жить, он живет чисто и откровенно, ни перед кем не таясь, и для него нет авторитетов, кроме Слова Божия и Иисуса Христа, Спасителя нашего, а у нас, значит, есть чего таиться, чего скрывать, надо жить без купюр, и тогда нечего будет бояться, поэтому то, что сейчас делается, это правильно делается, и это можно сделать вывод из того, что люди научаются, как нужно жить, как нужно поступать, мы на ошибках-то другие должны учиться, к сожалению, эти ошибки горькие, больные, и вот сегодня я только что упомянул об адвокатстве, вот это и есть адвокатство, адвокатство, которое совершенно никому не нужно, она вас не просила об адвокатстве, вы начинаете адвокатствовать за нее, для себя, прежде всего, губите, вот это адвокатство, как раз у Рейса было, вот у нас была еврейка ушла, сказали, не сообщать, она поняла войну, она все время ей названивала, и все было, кто бы где-то не ушел, сказали, все, она обязательно с ними держит связь, ни одного слова, подстаньтесь не говорить, Любовь Петровна, это не хорошее дело, учитесь молчать, знаете, вот эта женщина, вот эта Надежда Неркоге говорит, человек должен в то время, хотя бы неделю, иметь тишины, уйти, побыть наедине с Богом, это то, о чем я всегда говорил, это распространено католиков, никогда не отвечайте ничего, ну, обдумайте, дальше будет где-то, как-то по-другому, это нам Бог дал, другие не могут сказать, за десятину, чтобы так боролись, вообще нету мировой сети нигде, через нас Бог показывает миру, как истребить торговлю, не могут, никто не может истребить торговлю, с тарелкой ходит, у нас не ходит, что святая десятина, все покрыло, и мы знаем нуждающимся, у нас были такое, два человека, которые, ой, не снимайте, ой, не снимайте, их нету, они ушли, ушли, да мало того, еще превращаются во врагов, я спрашиваю, почему в интернете выставляют те, которые, кажется, и не видеть даже, не надо, все выставляется, едет патриарх, все за ним фотографирует, говорит, даже ошибку где-то сделал, так оно и есть, сказал, русский народ, это славянские, это были они, такие там, как скоты жили-то, его за это прямо задолбили-то, но он сказал, правильно, не зная Христа жили, как, но он Бог сказал, выберите это из интернета, нет, у него все время снимают, особенно, открыта эта жизнь Рамзана Кадырова, где бы он ни был, что не разбирал, и мало того, как кто снимает, так того еще видно, что один снимает, не он же снимает, его кто-то еще снимает, здесь где-то, это лучший руководитель в стране у нас, никогда этого не бойтесь, а наоборот скажите, как бы это сделать, чтобы не в один человек услышало многие, вот я же сказал о словаке Владимира Васильевича, вам интересно? вот как, ищущий находит, это на практике, я искал, и вдруг он откуда появился, неизвестно, давайте будем заканчивать сегодняшнее собрание, и в конце нашего собрания мы вспомним о добром, о том, что брат и сестра, вот на прошедшей неделе, они имели день рождения, но мы им пропоем славословие, о славословии, кстати. Татьяна Александровна, у меня нужно один вопрос маленький, не вопрос, а это просьба такая Вали Барышниковой, значит, из колодца ушла вода, у них практически, она говорит, каждый год уровень воды в колодце в это время понижается, сейчас воды совершенно нет, вода в поселке проведена, которая водопровод, идет совершенно ржавая вода, ее, говорит, даже отстаивайте, по пол ведра, желтый вид воды получается, она топит воду, и снег выбирает, топит воду сейчас, у нее большая нужда, помолитесь о том, чтобы у нее хоть не было никаких отрицательных воздействий вот из этого снега, снег, говорит, тоже идет такой, от печных труб, все равно поселок топится кругом, и внутри в ведрах бывает Саша даже. Ну, слова священного писания, что смертоносное выпить и не повредит, да поможет ей Господь. Помолитесь о том, чтобы у нее все как-то нормально, помоги Господи, помни, молимся. Брат Николай и сестра Анна, день рождения. Да благослови ты Господь, преизобильно. Многое лето, Многое лето Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних распорий, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются о внебрежении Своем и проповедуют смело и инославному об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Господи, научи нас семикратно в день проставлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия. Субтитры создавал DimaTorzok